Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня хочу показать вам пополнение своей коллекции, вчерашнее пополнение своей коллекции, как я адаптирую свои орхидеи к открытой системе сразу после покупки или же после перевода из другой системы содержания, какая дилемма стала передо мной вчера в связи с малышами, которых я приобрела. И в конце видео хочу показать вам Паха, о котором я говорила месяц назад, что я совершенно не знаю, как за ними ухаживать. Ну вот, тоже вкратце расскажу, что я делала с ним в течение этого месяца. Кто бы сомневался, что моя коллекция пополняется желтыми орхидеями, но только не я. Вот расскажу сначала об этой красотке. Это более простая адаптация, стандартная, как я все всегда делаю. Мне очень понравилось цветение этой орхидеи. Оно не такое, как у большинства. Два листочка с точечными, крупными точечными прожилками. Мне показывать не очень удобно, потому что ваза с водой, но на видео все это видно. А три лепесточка с тонюсенькими-тонюсенькими прожилочками. И смотрится она великолепно, с моей точки зрения. Корневая у этой орхидеи хорошая, достаточная для количества листьев и цветочков. Здесь есть пять взрослых листиков, что тоже говорит, что орхидея зацвела срок не рано, не на суперстимуляторах, а достаточное количество листьев для цветения орхидеи. Наверняка это первое ее цветение, судя по тому, что здесь обрезанных цветоносов я не нашла. Поэтому думаю, что это первое ее цветение. Растение красивое, здоровое, ну и главное желтые цветы. Так вот, как я ее адаптирую? Адаптирую я ее, как и большинство своих растений. И вчера я ее приобрела, сразу традиционно вытащила ее из горшочка, встряхнула хорошо все частички коры. Эта орхидея была посажена в кору и с добавлением кокосовых чипсов. Но их было не очень много, в основном здесь была кора, поэтому корни достаточно чистые после такой посадки. Я их помыла и больше вчера я с ней ничего не делала. Перед видео я залила здесь, сейчас покажу поближе, залила водичку, как при обычном своем поливе, 2 сантиметра, не доходя до основания стебля. Вот немножечко покручу, чтобы было все это лучше видно. Вот в этом ракурсе хорошо видно, что где-то чуть больше, чем на палец, водичка не доходит до стебля. И как большинство своих растений, при адаптации, первый подлив длится у меня где-то час, плюс-минус. То есть я вот после съемки сразу солью водичку. Сливаю я ее очень просто, придерживаю розеточку и просто переворачиваю вазу над мойкой или же тазиком в моем случае. Вторая. Вторая красота. Немножечко я решила с ней поиграть. Я приобрела по утверждению производителя, сорт был пробит на горшке, Амадору. Вот у меня была уже адаптированная Амадора, только более насыщенная. Здесь сорт тоже был пробит на горшке. Растения по листьям отличаются и по цветению отличаются, но я с производителем спорить не буду. Сейчас я покажу вам поближе немножко это. Вот моя Амадора, которая уже адаптирована. Вот новиночка. Главное не разбить вазу при всем этом. Теперь листочки. У новой листочки более светлого окраса, но они немножко больше по размеру, но это же и растения побольше. Вот это следы обработки, которые очень-очень плохо отмываются. Я не стала ее слишком усердно отмывать. Со временем это отмоется. У старой Леодоры, но я ее покупала со сломанными листиками, поэтому, конечно, сложновато вам показать красивый, здоровый лист, но листья более темные. Вот я их два вместе показываю, оно видно, и более округлой формы. Но так как производитель утверждает, что и одно и другое растение это Амадора, пусть будет это Амадора. Так вот, я решила их посадить, поставить в эту вазу вместе. Уже адаптированную, повторюсь, и вновь приобретенную. Как я за ними ухаживаю? А, еще я вам корешочки не показала. Сейчас подойду, покажу корешочки. Вот это корневая, вновь приобретенная. Вот корневая. Здесь растущие корни есть, вот их видно. Это растение, которое у меня уже адаптировано. Понятное дело, что сначала нужно адаптировать вновь приобретенное растение, а потом создавать групповую посадку. Но мне было не в терпеж, и я сразу же вчера их вот поставила вместе. Как я планирую за ними ухаживать? Я только что показывала корни орхидеи. Ту, которую вчера приобрела. Я точно так, как и первую орхидею, вытряхнула с горшка, помыла корни. Все то же самое. Но сегодня утром я смотрю, а корешки у нее еще не просохли. То есть эту орхидею я не поливала сегодня. Возможно, будет завтрак, первый полив у нее. И так как у меня в вазе здесь находится одно адаптированное растение, а второе неадаптированное растение, полив мой будет, когда поливать, я буду отталкиваться от вновь приобретенной орхидеи. То есть я их вот вместе буду заливать на час водичкой. Возможно, в данном случае я залью не на час, а где-то минут на 30. Завтра посмотрю состояние корней. Потому что корни просыхают у нее медленнее. Возможно, медленнее они просыхают, потому что здесь находятся две орхидеи. Ваза заполнена корневой. Плюс зеленой массы объем больше. И вход в вазу они практически закрывают. То есть меньше испарения. Но это все не важно. Любой полив я смотрю по корешкам. Поэтому думаю, что быстрее всего я ее залью завтра минут на 30. Их вернее, залью минут на 30. И буду смотреть дальше, когда следующий полив. Ну, судя по сегодняшнему дню, я думаю, что здесь адаптация будет достаточно быстрая, потому что медленно просыхают корни. Чем медленнее просыхают корни у орхидеи в пустой вазе, тем легче, как правило, проходит адаптация. Но здесь есть такой нюансик, что у орхидеи два цветоноса. А листьев, как и у предыдущей, тоже... Сколько их здесь? А, здесь побольше листочков. Здесь семь листьев. Ну, посмотрим. Ей нужно все равно очень много влаги, как по мне. Но если не будет просыхать быстро, я буду поливать ее значительно реже. И, повторюсь, адаптация, следовательно, будет проходить быстрее. Ну, со взрослыми орхидеями, у которых хорошая корневая, как правило, адаптация в любом случае достаточно быстрая и легкая, потому что есть за что зацепиться. Сложнее с орхидеями, у которых слабая корневая. Ну, и с малышами не то чтобы сложнее, но более хлопотно, которых я приобрела аж 4 штуки. Но расскажу о них, их историю по порядку. В каком-то из видео где-то после Пасхи я рассказывала, что у меня новые... Я использую сейчас новое удобрение. Сразу хочу забежать немножечко вперед. Я довольна этим удобрением. Все мои растения на него отреагировали хорошо. Значит, это удобрение я приобретала не в Украине, а мой сын ездил на каникулы к друзьям в Нидерланды. И по моей просьбе он зашел в теплицу, где выращивают орхидеи на продажу и продают сопутствующие товары. Так вот, он там приобрел мне 3 упаковочки разных удобрений. Состав там же, ну, формула азот, фосфор, калий. Такой же, как у предыдущего моего удобрения. То есть, балансированное там идет 20-20-20. Для цветущих 10-30-20. И для наращивания корней и закладки цветоносов 10-52 или 50, вот точно не помню, 10. Удобрение хорошо себя показало. Но, когда он был в этой теплице, он, ну, во время того, когда покупал, там ему начали задавать вопросы, зачем. Не он ли часом выращивает орхидеи? Он сказал, что нет. Это мама орхозависимая, у которой орхидеи больше, чем платьев. Ну, и так разговаривался с девочкой, которая рассказала, как выращивают орхидеи в теплицах в Нидерландах. И вот я решила приобрести голландские подростков в торс-стаканчиках для экспериментальной посадки, такой, как рассказала работница этой теплицы моему сыну. Я вкратце расскажу сейчас, как это происходит. Значит, они берут вот орхидею в торс-стаканчике, ставят ее в зависимости от сорта в прозрачный пакетик и просто досыпают в кору. Поливают они со шланга, в моем случае это душ, раз в неделю. У них постоянная там температура, освещение. Я точно не могу сказать, какое, но по словам сына, там обычные лампы стоят. Очень-очень светло в этой теплице, но стоят обычные лампы. Не вот какие-то лампы в том понимании, как мы к ним привыкли, что они синие или розовое, а обычный белый свет. Цвет у них 12 часов включен. Полив я сказала, что раз в неделю. Температура поддерживается у них в теплице 24 градуса. И вот я загорелась идеей попробовать, так как удобрение с этой теплицы у меня было, шланговый полив этот я могу заменить душеванием. Температура на моей полочке, где стоят орхидеи, в принципе плюс-минус 23 градуса достаточно приближенная. И освещение. Я предпочитаю освещение своих орхидей тоже обычными лампами с тепловой температурой 6,5 тысяч кельвинов. То есть в принципе все то же самое, ну за малым исключением, что это не теплица, а просто квартирные условия. И вот я смотрела на этих малышей долго и думала, но засунуть в кору у меня почему-то, не знаю, не хватило духа или сыграла моя лень. Я как вспомнила все эти поливы свои долгие, думаю, нет, друзья, будете вырасти у меня точно так, как и все мои малыши, как все мои орхидеи. Я их поставила в стаканчики. Вот сегодня у них первый полив. Точно так же я сняла этот торфстаканчик с них, помыла корешочки, ну там помыл корешочков очень простой после торфстаканчиков. Стаканчики были сухие, они снялись легко. Корешочки достаточно чистые, но промыла корни, поставила в стаканчики. Сегодня, как и всегда я поступаю, я их залила водичкой где-то на часто, как это первый полив. Но малышей я поливаю каждый день. Возможно, это правильно, неправильно, я не знаю. Я рассказываю, как поступаю я и как реагируют мои растения на данный уход. И вот я их каждый день заливаю, ну там на час, потом на два, и так дохожу до целого дня, там до восьми часов, скажем так. Потом ночь подсушивают малышня, это корешочки свои, и следующий день опять полив. Ну да, более хлопотно получается, потому что каждый день нужно залить, слить, а учитывая, что у меня малышей штук сорок, то, ну, уходит достаточное количество времени. Но, тем не менее, малыши очень хорошо реагируют на такой уход. Они все в стадии, на данный момент, кроме вновь прибывших, понятное дело, у них все корешки в активной стадии роста, то есть есть растущие корни. Каждая дала уже по листочку два, у некоторых уже третий листочек пошел за вот этот промежуток времени. Это я расскажу именно о четырех месяцах содержания в открытой системе моих малышей. Вот так они реагируют на такой уход. Те подростки, у которых уже достаточная корневая система, когда уже не один корешок дошел до дна, а здесь клубочек корней собрался, я их постепенно перевожу на общий полив. Но все это делается постепенно, в течение двух-трех недель. То есть не сразу, а у тебя корни лежат на дне, значит тебя я буду поливать раз в три дня. Ну, нет. Я начинаю полив производить реже, то есть не каждый день уже, а через день. Ну, вот как-то так я их адаптирую. И напоследок, как я обещала, расскажу вам про вот этого пафа. Муж у меня его называет каблук. Я сказала, что он башмачок, но вот муж перефразировал название. Теперь он у нас каблук. Так вот, этот паф, я его получила в подарок месяц назад. Я понятия не имела, как за ним ухаживать. Я и сейчас еще не могу сказать, что я в уходе за пафами. Это мой единственный на сегодняшний день паф. Просто хочу рассказать, что и как делала. Я просто залезла в интернет, почитала несколько статей об уходе за таким растением. Это американский гибрид. Как правило, совет был у всех один и тот же, что берется кора мелкой или средней фракции в перемешку с торфом в процентном соотношении 1 к 3. То есть одна часть торфа и две части коры. Вот я смешала все это. Может быть, торфа добавила чуть больше, потому что, ну, не знаю, я пригоршней все это измеряла на две пригоршни коры пригоршня торфа. Ну, так как торф плотнее немножко, возможно, я взяла пропорцию немножко неправильную, но не суть. Вот, все это смешала. Посадила свое растение, достаточно сильно углубив, как были советы в статьях, которые я читала. Ну, мне кажется, я достаточно заглубила растение. Вот вам покажу его. Вот так. Здесь у цветочка вот эти лепесточки, они были изначально, вот этот был надломан. Ну, и они немножечко так приспущены. Возможно, это при транспортировке так было. И вот надломанный немножечко, конечно, увядает. Этот плотненький, красивый, просто немножечко приспущен. Не смотрит в сторону, как... Ой, уехала. Не смотрит в сторону, как ему положено. Вот, ну, возможно, он скоро будет отцветать. Не знаю. На сегодняшний день, вот в каком он состоянии у меня был, сам цветочек. В таком он и есть. За этот месяц у него вот этот отросточек, который был подрос, вот он был вот такой. Я замеряла по уровню крепления. Вот два сантиметра он не доходил до крепления. Сейчас вот он где-то сантиметра на 4-5. Подрос этот отросточек. Листочки как были, так и остались. Тургор у них хороший. Все хорошо с ней. Значит, как я... Вот посадила, как я за ней ухаживаю. Я прочитала, что именно вот такая орхидея очень любит покушать в плане удобрений. Но я не рискнула. Я упустила момент, что я брала кору орхиату. Это у меня еще остатки с посадок всех моих орхидеев в кору. То есть это старая орхиата, в которой кто-то рос у меня. Я ее просто хорошо промыла, не кипятком обдавала, просто хорошо помыла в горячей воде, дала ей остыть и смешала с торфом. Теперь возвращаюсь в поливу. Значит, я не рискнула сразу же поливать это растение с удобрениями, так как оно сидит у меня в торфе и коре. Но так как кора уже у меня БУ, то через две недели я начала вносить ему подкормки. Полив у меня где-то каждые 4-5 дней методом пролива. То есть я ее не замачиваю, а просто сверху с леечки поливаю, где-то выливаю литр-полтора водички полностью хорошо. Пазухи тут, не пазухи, а к основанию я вью водичку полностью весь горшок, чтобы промокла кора, корни внутри. И где-то минут через 15 повторно проливаю. Я так поливала свои орхидеи, все орхидеи таким способом, когда они жили у меня в коре, но я там чередовала замачивание и пролив. Здесь же я поливаю только проливом раз 4-5 дней в зависимости от погоды. Стояла она у меня на северо-западном окне. Ну, оно больше как северное окно. Зимой там солнышка вообще никогда не бывает. Летом после 5 часов где-то, ну, чуть-чуть лучик какой-то света попадает. Теперь я ее была вынуждена перенести на южное окно, потому что в той комнате, где стоял мой пап, нынче ремонт. И вот, конечно, южное окошко, я смотрю, ей не очень нравится. Возможно, увядание цветочка – это естественный процесс. Вот она отцвела, потому что я не знаю, сколько она идет уже до того, пока она поселилась у меня дома. А, возможно, это сказалось южное окошко. Поэтому сейчас я буду искать ему место, где его можно поставить без такого яркого солнца, потому что, опять-таки, исходя из того, что я читала, пафы солнце вообще не любят. И к освещению они так себе. Оно должно быть, но не слишком требовательное растение. В принципе, как и фаленопсис. Поэтому вот как-то так я за ним ухаживаю. Посмотрим дальше, буду учиться дальше. Если будут какие-то результаты время от времени, то, в принципе, в любом случае время от времени я его буду показывать и рассказывать о его судьбе. Но думаю, что с ним будет все хорошо. С нетерпением жду, конечно, появления новых росточков вот этих. Ну, наверное, я просто тороплю немножечко время. Вообще с орхидеями всегда нужно запастись терпением. Все они разные. Кто-то очень шустрый, кто-то более... У некоторых более медленно проходят процессы роста и развития. А мы всегда хотим все быстро. Ну, посмотрим. Так что я продолжаю наблюдать. Сейчас буду искать место пафу. А вам всем хорошего, спокойного дня. До встречи на канале. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok